Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о распространенных носителях информации и о том, насколько они надежны. Начнем с того устройства, о котором вы наверняка уже все забыли. Это дискета. Да-да, тот носитель, изображением которого вы вековечны кнопки «Сохранить» почти во всех программах. Если кто помнит, на нее помещалось 1,44 МБ, что хватало чаще всего для одного или нескольких документов. Сейчас даже современные изображения туда не поместятся, ведь одна фотография может весить 5 и более МБ. Дискеты были очень восприимчивы к физическим воздействиям на них. При использовании они очень быстро изнашивались. Они боялись электромагнитных воздействий. То есть, если вы положите на нее телефон, то велика вероятность, что информация на ней пострадает. В итоге, как носитель информации, дискеты были крайне ненадежными. Сейчас они практически нигде не используются. Далее разберем CD и DVD-носители. Пока не было флешек, этот вид носителей был очень популярен среди пользователей. Почему? Да все просто. Этот носитель был так же дешев, как дискета, при этом он обладал надежностью при нормальном обращении с ним. На них можно и сейчас хранить информацию. В некоторых компаниях и государственных организациях до сих пор на диске копируют базы данных с последующим перемещением в сейф. Видеофильмы, музыка, программы и курсы, в том числе и наши видеокурсы, до сих пор поставляются на CD и DVD дисках, поскольку этот носитель достаточно надежный и недорогой. А конечный покупатель, как правило, не желает переплачивать за то, что записано на флешку, к примеру. Основной недостаток любых дисков в том, что они боятся механических повреждений, ну и прямых солнечных лучей, вследствие которых становятся нечитаемыми. CD и DVD диски существуют как одноразовые для одной записи и многоразовые. Они обычно помечаются дополнительной буквой W. Например, CD-RV и DVD-RV это многоразовые, а CD-R и DVD-R это одноразовые. Многоразовых дисков обычно хватает на 4-5 раз. Далее перезапись на них становится все труднее или вовсе невозможно. В 2000 году появились флешки, так как прогресс не стоял на месте. Произошла настоящая революция. Хранить и переносить информацию стало намного проще. А с учетом того, что флешки до сих пор эволюционируют, растет их объем памяти, а также скорость передачи данных, то они и по сей день остаются очень востребованными. Как только они появились, флешки стоили баснословных денег. К примеру, флешка объемом всего 128 МБ стоила почти 2000 рублей. Для сравнения, CD-диск, у которого было 700 МБ, в то время стоило 30 рублей максимум. Самое большое достоинство этого носителя, конечно же, малый размер и многократная перезапись информации. Также стандарт USB позволяет производить горячее подключение устройства, что, согласитесь, очень удобно. Горячее подключение, если кто не знает, это подключение или отключение устройства на работающем компьютере. Со временем цена флешек заметно упала, а объемы переносимых данных возросли. Сейчас уже запросто можно приобрести флешкарты объемом более 100 ГБ. Уже появились флешкарты с новым стандартом USB 3.0, на которых скорость передачи доходит до фантастических 5 ГБ в секунду. А для сравнения, предыдущая технология USB 2.0 обеспечивает скорость передачи всего лишь 480 МБ, что в 10 раз меньше. Однако, флешкарты большого объема, особенно стандарты USB 3.0, стоят довольно дорого. При этом, ваше устройство, а именно ноутбук или компьютер, также должны поддерживать стандарт USB 3.0, иначе вы зря переплачиваете. Обычный USB-вход, который поддерживает технологию USB 3.0, синего цвета, а USB 2.0 – черного, ну или белого, или желтого, или красного, но никак не синего. Несмотря на все достоинства, надежность этого носителя я бы охарактеризовал как среднюю. Почему, спросите вы? Да все очень просто. Внутри расположены чипы, на которых записывается ваша информация. Даже если флешка не подводит по причине брака, то у нее есть свой порог перезаписи, после которого она выйдет из строя. Все сильно усугубляется тем, что производители в погоне за низкой ценой производства пытаются экономить на самих платах и контактных группах, на которых расположены чипы с вашей информацией. Ранее в них применялись драгоценные металлы, и они позволяли сделать площадку, на которую поставят чип, долговечной. И поэтому у многих из вас есть старые флешки объемом, к примеру, 512 мегабайт, которые до сих пор исправно работают. В то же время очень много случаев, когда современная флешка просто выходит из строя ни с того, ни с сего, а на них гигабайты потерянной информации. Когда, к примеру, выходит флешка с рабочей информацией, это чаще всего становится настоящим потрясением и неожиданностью. Поэтому я советую не покупать безымянных флешек в погоне за экономией. Покупайте флешки известных производителей. Например, Kingston, Transant, Samsung, Toshiba и так далее. И то бренд также не гарантирует их долговечность. Просто вероятность напороться на откровенный брак тут будет немного ниже. В связи с этим я бы не рекомендовал использовать флешки для хранения важной информации, на мой взгляд их назначение это перенос небольших данных, которые в случае поломки флешкарты можно будет легко восстановить с источника, то есть с вашего компьютера. Идем далее. Переносной жесткий диск. Благодаря интерфейсу USB они обладают теми же достоинствами, что и флешки, а именно горячим подключением и мобильностью. К тому же они так же, как и флешки, бывают с интерфейсами USB 2.0 и USB 3.0. Внутри такого носителя расположен обычный жесткий диск HDD, который работает на большинстве компьютеров. Только, как правило, на стационарных компьютерах устанавливается HDD размером 3,5 дюйма, а на ноутбуках и внешних носителях обычно размером 2,5 дюйма. Внутри, под так называемым бронекорпусом, расположены металлические зеркальные диски, дополненные читающими головками. При этом используется магнитный способ записи. Устройство боится механических воздействий, таких как удары, сильная тряска, также боится влаги и низких или очень высоких температур. Также они подвержены естественному износу, о котором мы подробно расскажем в следующих уроках нашей рассылки про тестирование жесткого диска. Теперь поговорим о носителях информации, которые расположены внутри компьютера. Это жесткие диски HDD и иногда SSD. Чем они отличаются? О первом мы рассказывали выше, поэтому поговорим сразу о SSD. Во-первых, SSD диск есть далеко не на каждом компьютере. Как правило, он присутствует на более дорогих и современных моделях. Либо пользователи самостоятельно устанавливают такой жесткий диск для увеличения производительности в свой компьютер. Внутри SSD диска находится печатная плата, на которой расположены такие же модули памяти, как и на флешке. Самым главным недостатком является то, что чипы, как и на флешках, имеют ограничения в количестве перезаписи, после которых они выходят из строя. Поэтому на них, к примеру, не рекомендуется делать дефрагментацию, чтобы как можно дольше сохранить ресурс диска. Как только ресурс будет исчерпан, жесткий диск иногда без предупреждений просто выходит из строя. Спасти информацию на таком носителе бывает уже невозможно. Минус еще и стоимость такого устройства. Особенно при том, что емкость SSD часто очень скромная. Есть и огромный плюс, ради которого эти устройства и покупаются. Самое главное достоинство – это огромная скорость работы такого устройства. Она гарантированно возрастает от 2 до 10 раз в зависимости от программ, которые вы используете. Это очень заметно в процессе эксплуатации компьютера, если операционные системы установлены именно на SSD диск. В связи с небольшим объемом SSD и их ненадежностью, в компьютерах обычно используется пара жестких дисков. На SSD хранится операционная система с программами, а на HDD вся личная и рабочая информация, сохранность которой имеет высокую первостепенную важность. Очень часто используются внешние HDD-носители для хранения больших объемов информации. Многие просто переносят с внутреннего жесткого диска на внешне все то, что боятся потерять в случае выхода из строя компьютера. Но это очень недальновито, поверьте. Только в случае, если вы храните информацию в нескольких местах, на нескольких носителях есть высокая вероятность, что с данными ничего не произойдет. Если же какой-то важный файл хранится лишь в одном месте, это высокий риск потери данных. Именно поэтому в нашем тренинг-курсе мы настраиваем резервное копирование так, чтобы информация была как минимум на двух жестких дисках. А идеальный вариант – это когда резервная копия дополнительно выгружается в интернет, в так называемое облако, доступ к которому есть только у вас. В таком случае даже при выходе из строя сразу обоих носителей, ну, к примеру, при пожаре или краже устройств, вы никогда не потеряете свои данные. В комментариях прошу рассказать о том, как вы защищаете свою информацию. Если вы уже участвовали в наших тренингах, настроили ли вы резервное копирование? И приходилось ли вам уже восстанавливать данные из резервной копии? Напишите, пожалуйста. Если у вас до сих пор еще не настроено автоматическое резервное копирование операционной системы, установленных программ и важных файлов, позаботьтесь заранее о том, чтобы такая катастрофа, как потеря всех самых ценных данных, не произошла с вами. Переходите по ссылке, которая находится под этим видео, и ознакомьтесь с нашим тренинг-курсом «Антикатастрофа». До встречи в новых уроках! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!